сопровождали меня шли параллельно и самого раннего детства настольными книгами были книги по магии и гаданиями занималась сама не понимаю почему я это делаю да как приходит информация это потом я уже проанализировала и поняла что да вот он был канал но он и сейчас конечно сохраняется вот но так вот я принимала информацию еще с детства а вот дядя мне рассказывай мой родной множестве цивилизаций и будучи ребенком я сейчас вижу фильмах правда про это снимают и точно также через мысли формы своей контактировала для меня тогда это была игра а вот сейчас это моя работа потому что во множественных слиперских погружениях конечно же в практиках снимается огромнейший материал до с душами душами беседую и как раз один из знаковых людей в моей жизни это моя бабушка которая направляла меня именно в энергии она учила меня брать энергию солнца энергию природы она даже рассказывала мне маленькой что можно заряжаться энергии от лампочки показывала как это делать вообще в духовном развитии она мне очень очень помогла и вот буквально недавно я рассталась ней она покинула земной план и вот все это время до 40 дней я была с ней на связи чувствовала более того я даже учу своих деток у меня их трое ну вот одна из дочерей наиболее заинтересована просто идет со мной на одной волне и 9 лет а вот и она да она тоже она трогать своими черными ручками у нас были поминки и дочь сказала что она ходила она почувствовала бабушку она поняла где она находится а вот снимаете все все то что оказалось когда-то тайной когда-то чем-то из ряда вон выходящим невозможным все это окружает нас сейчас становится нашей действительностью и то ли еще будет конечно же развитие не останавливается мы идем 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 семимильными шагами потому что идет переход потому что мы переходим вместе с ним и вот поэтому и для этого тоже я вместе с вами и хочу объединять вас потому что говорила и буду говорить мы все здесь находимся в разных измерениях мы по-разному воспринимаем мир и это зависит от того уровня развития сознания на котором мы пребываем в каждый отдельный момент но ведь мы же здесь для того чтобы развиваться значит мы расширяем наше сознание мы развиваемся мы перемещаемся по измерениям уже сейчас и очень хочется чтобы вот в переход в новую эпоху мы вошли все вместе потому что ну и это правда ведь да что мы все сестры мы все братья у нас у всех в любом случае есть общие цепочки днк общие информационные системы и мы все связаны друг с другом так или иначе нравится нам человек не нравится зачастую не нравящийся нам человек является самым лучшим учителем проводником на земном пути и я это проверяла уже не раз и по отношению к себе и по отношению со своими клиентами когда делали глубокие разборы и не просто какие-то разборы да а именно практика жизнь сама показывала что так она и есть наши краткосрочные иногда не кратко долгосрочные эмоции наши проблемы наши тяжбы они уводят от истинного смысла восприятия бытия и вот с этим друзья нужно работать я попрошу следующий слайд и мы начнем с вами говорить уже про нашу встречу да я сегодня запланировала поговорить об энергиях в жизни человека о том что это для чего как влияние энергии на различные сферы нашей жизни мы поговорим конечно же более подробно о новом курсе даже его назвать можно не курсом а практикума энергетическая трансформация дальше я отвечу на ваши вопросы ну и практика конечно практика потому что я приверженец практик мы должны все познавать именно через это и объединяться в практиках и едем дальше следующий слайд пожалуйста какие возможности открывается человеку осознанно управляющему своей энергией друзья ну конечно же да вот если идти здесь по списку и мы об этом поговорим связь с ощущениями своего тела понимание как набирается и расходуется энергия потому что энергию мы воспринимаем буквально конечно мы ее можем увидеть и многие из вас присутствующих наверняка уже видели энергию своих медитациях в практиках возможных погружениях но энергию мы еще можем и чувствовать а более того мы можем ее еще видеть при правильно раскачанном эфирном зрении реально просто видеть и например мне это удается я очень часто вижу реально потоки причем мы стоим с людьми и даже мой муж например смотри ну вот же он поток но правда друзья это не глюки это потоки энергии вот вместе со мной но смеюсь конечно но такие же галлюцинации моя дочка поэтому это все возможно это все возможно в эфирном плане но для этого нужно познакомиться со своим эфиром для этого нужно учиться управлять для этого нужно пользоваться своим ощущением а что такое эфир эфир это тело ощущений но еще мы об этом поговорим дальше способность усилить собственную энергетику конечно мы можем влиять мы можем влиять как на количество так и на качество энергии и дальше я раскрою эту тему точно так же когда мы поговорим об энерго информационных процессах энерго информационном строении человека оптимировать самовосстановительные функции организма безусловно потому что самое энергетическое наше тело это физическое тело следующим по энергетике телом является эфирное тело проекции органов все находится там и восстанавливаемся мы через энергию через энергию направляем в эти тела перенаправляемые из одного из одной системы в другую мы тоже можем этим управлять человек активируют экстрасенсорные способности до те кто был вчера на занятии на конкурсе гипнологов и слеперов и видел практику да мы активировали свои ручки мы делали энергетические перчатки и мы работали именно теми руками которыми работают экстрасенсы целители биоэнергеты и в обычной жизни мы тоже можем это делать я всегда например отлично я лечу своих деток даже не через гипноз хотя легко владеетели технологиями я лечу их руками я лечу их через чакры я лечу их свободными потоками но никак не вывожу их тонкие копии освободиться от стресса эмоциональных прав и эту тему я тоже раскрою почему потому что наша энергоинформационная структура она очень сложная и у нас есть энергетические тела рейтин и информационные и вот как раз то что мы называем нашим сознанием если говорить об этом правильно проще тогда разделить что есть еще сверхсознание так вот подсознание это структура который накапливаются страхи который накапливаются комплексы в которой накапливаются негативные эмоции негатив прошлого опыта который мы пережили и зафиксировали через свою нервную систему через психическую систему вот это вот все спазмами лежит она не дает энергии свободно двигаться и если мы наращиваем энергетический потенциал нашего основного тела мы даем возможность всей системе гармонизироваться и тогда с помощью энергии с помощью практик у нас уже есть ресурс для того чтобы работать как раз вот с тем что нам мешает а это находящиеся в нашем астрале в нашем подсознании негативные блоки конгломераты стать более уверенным в себе в своих возможностях но каризматичный человек человек который видит результат от своей работы безусловно он уверен это как следствие же просто способность ходить ресурсное состояние для проработки личных запросов и это да потому что в любой ситуации в любой момент осознанно мы можем вызывать определенные состояния не впадая опять же в гипноз а пользуясь своими ощущениями своим эфирным телом мы получаем ресурс ну и далее да все вот эти волшебные состояния эталонные состояния они конечно же вызываются через ощущение возможность влиять на состояние своего здоровья помогать близким про себя то мы уже сказали но у нас энергии всегда достаточно настолько чтобы помочь другим людям то есть мы всегда в ресурсе настолько чтобы делиться этой энергией делиться правильно чтобы не бояться что нас вам перед что с нас заберут что кому-нибудь чего-нибудь недостаточно точно так же как мы говорим про деньги что это энергии настолько много что ее хватит всем не нужно жадничать точно так же касается энергии она повсюду и просто нужно научиться правильно пользоваться давайте теперь поговорим что же такое энергия и информация да я обещала в этом сказать вот эти два понятия они взаимосвязаны мы знаем энергии информация энергоинформационная структура энергоинформационной технологии так далее и так далее то что мы просто состоим из энергии это мы знаем мы все вокруг и вся вселенная из энергии состоит прекрасно но что такое энергия сама по себе что энергия это просто сила это мощь но она не имеет никакого направления это просто мощь она есть и она есть а вот что же влияет на то что энергия вдруг становится положительной или отрицательной сильной слабой да хороший плохой вот на эти особенности влияет информация какой информации мы наделяем энергию какое направление информационный подарок поток задаст энергетическому туда эта энергия и потечет то есть над энергией всегда преобладает информация и они понятия энергия и информация взаимосвязаны информации чтобы проявиться нужна энергия ей нужен импульс ей нужна сила а энергия сама по себе бесполезна если она не может подняться и захватить информационные потоки и говоря о нашей человеческой системе мы тоже будем постоянно обращаться к этому фактору что мы энергоинформационная система в нас есть и энергия и информация ну вот как вы думаете что влияет на качество энергии вот если говорить про энергию в принципе да информационные до событий еще что-то но что влияет на качество энергии вот я сейчас хотела бы просто поговорить мне интересно ваше мнение пишите как вы думаете на энергию человека давайте вот так на энергию человека что может повлиять на энергию человека есть у вас предположение чтобы эта энергия стала лучше или хуже и как-то изменилась попробуйте эмоции правильно что еще мысли и это верно еще предположение правильно осознанность вот видите вы все пошли уже верхние такие вот слои конечно безусловно мы уже зарядились до тем что информация информационные потоки ну конечно это осознание там если но вот смотрите правильно низкие или высокие вибрации все верно пища хорошая или плохая да чистая живая еда или мертвая еда окружение все правильно окружение какая какие люди окружают нас какие события нас окружают как мы воспринимаем эти события все верно информация но безусловно да информация внутри нас да информация внутри нас тогда друзья когда мы можем выйти к своему источнику об этом я говорю говорю говорить буду мы с вами состоим да я уже плавно перед даже не очень плавно перебегаю а давайте сразу к следующему слайду и пойдем уже тогда по энергоинформационной структуре сознания и так что же такое энергоинформационная структура сознания мы должны понимать а из чего же состоит наше сознание да то есть сама структура что туда входит и речь у нас пойдет не только о мозге о нашем информационном строении я специально привела слайд о мозге до запоминание мозга потому что принято считать но сознание осознанность это голова кто-то говорит нет это не не голова это что-то выше и те и другие правы правы сознание с точки зрения философии психологии если взять просто словарь это высшая свойственная лишь человеку форма отражения объективной действительности и также словари написано что сознание есть функция мозга и здесь мы понимаем у нас есть мозг как механизм и есть отражение объективность то есть какие-то процессы идущие что же такое мозг мозг ведь это не просто серое вещество какая-то белковая масса это уже доказано научно это божественная матрица это вселенский архив это то место где формируются нейронные связи сети мозг имеет свое излучение да есть конечно если мы берем просто ну тоже не невропатологию да есть определенные участки в мозге до которые отвечают за высшие психические функции и мозг управляет нашими действиями слухом зрением до движениями нашего тела мыслительными процессами это все там очень много участков если вы возьмете карту мозга да то есть там над этим но у нас же есть еще и на тонком плане свечение мозга это место где обрабатывается информация и этот мозг не изменен с момента первого воплощения это как мини-компьютер который наращивается программу ну то есть как не изменит он есть и есть он просто растет так же как наш биологический мозг может расти когда мы его тренируем точно так же и наш тонкий мозг он постоянно растет но он никуда не исчезает он не обновляется понимаете не обнуляется все что там закладывается она все наращивается наращивается и наращивается природу мозга изучает во всех институтах мира но до сих пор она не поздно с точки зрения науки не то что до конца наверное даже до середины с разных сторон подходят к этому но понять понять с точки зрения именно науки до конца невозможно на данном этапе и так сознание до формулируем что сознание у нас равно мозг наш все все мозг наш общий и как белковая структура и как нейронные сети плюс энерго информационная структура высокоэфирных органов чувств то есть наши тонкие тела потому что через эти тела идет соединение со вселенной наше физическое тело она представители здесь на земле материальном мире а вот все остальное все невидимое кто был на моих занятиях я уже с этого всегда начинаю анатомию говорить да что когда открыли днк и когда начали это днк изучать 2-3 процента только было связано с белковыми процессами за физические процесс отвечала только 2-3 процента этого днк все остальное не поняли отложили потом начали опять не изучает до технологии не идет 50-х годах прошлого века 20 это было найдено открыт на вот сейчас уже в двухтысячных 2012 году исследовали и до 97 процентов это тонкий план тонкий это доказано очень много информации о том что доказан тонкий план и мы на 97 процентов находимся в тонком плане своей энергоинформационной структуре вот что есть сознание то есть мы есть сознание мы но не только наш мозг не только наши глаза все что проходит через наши тела а их 7 да это все есть структура сознания и мы говорим о том что наша энергоинформационная структура является энергоинформационной почему потому что в ней и как раз есть и энергия и информация есть тела которые отвечают за энергию есть тела отвечает за информацию и безусловно самыми несложно догадаться энергетическими телами являются те которые энергию что делают воспроизводят наше физическое тело это сто процентов энергетическое тело 100 процентов наше физическое тело ну там нет ну не 100 99 потому что информации там есть мало мало по сравнению со всем остальным там днк биохимия да личные какие-то генетические особенности все вот вся информация по физике остальное это все энергия все все в организме воспроизводит энергию более того физическое тело принимает энергию откуда из воздуха из воды из пищи принимает энергию передает это все в эфирный план эфирное тело немножечко информации уже побольше но она тоже очень энергетическое и это тело она берет энергию которая передала физика и еще добирает эту энергию добирает откуда из эфирного пространства а из эфирного пространства она что может делать взять как благо так и грязь и вот об этом должны заботиться как раз мы с вами о чистоте этого эфирного тела собственно и чистоте физического должны заботиться не есть что попало не дышать чем попало до это безусловно но мы же не задумываемся то есть уже те кто здесь однозначно задумывается что тонкий план как благо если мы осознанно берем информацию из стихий из сильных мест до из мест силы про места силы я вам скажу вот такую вещь что не всякое место которое считается местом силы будет влиять исключительно положительно на человека потому что должна быть а синхронизация у всех разные разные вибрации человека и разные вибрации земли и вот здесь уже чтобы не нашла коса на камень потому что я сталкиваюсь очень часто с теми кто говорил что после посещения места силы ему стало плохо расследуем бывают варианты когда просто не выдержали тех потоков до вибрации были намного сильнее чем вибрации той же эфирки физического тела и пошло ухудшение состояния а бывает что просто просто не не совпадение не совпадение и бывают те места силы которые заряжают энергии человека а бывают места силы которые наоборот из человека убирают негатив поэтому в таких вот мест местах которых воронки на отсос в них очень хорошо можно сбросить всю грязь себя без ущерба без ущерба для себя без ущерба для земли для мироздания но при этом зарядки там не будет поэтому нужно понимать кто куда идет зачем и осознавать осознавать как что это за стихи что это за место кто кто ответственный за это место кто хозяин ну и давайте мы пойдем тогда к следующему слайду потому что это будет продолжение моей речи про наше строение вот как раз здесь энергоинформационная структура сознания мы видим для тех кто знает просто повторит для тех кто впервые я озвучу что вот так вот мы выглядим в тонком плане конечно не так скупо наши тела довольно объемные но объемы конечно зависит опять же от количества энергии от количества информации в большей степени от энергии самое плотное наше тело физическое она сама вырабатывает энергию она заряжается энергией она передает эту энергию выше и следующее тело тонкая уже тонко у нас тело эфирное наше самое первое тело которое вчера научились трогать искать его границы это тело которое демонстрирует нам ауру это тело с которым мы соприкасаемся с другими людьми когда рядом находимся и чувствуем что вроде тела не касается но как-то тесновато потому что мы в наших телах соприкоснулись в эфирных и у нас есть к этому чувствительность и в эфирном теле у нас находятся все наши органы в эфирном теле находится наше живо энергия жизни которая распространяется по всему организму если только может следующее наше тело это астральное тело астральное тело уже невидимое но она воспринимаемые то есть астральное тело это тело эмоций тело желаний в астральном плане мы либо уходим в астрал чтобы увидеть да погружаемся но физическим зрением таким вот мы не можем зафиксировать собственно стал там должно быть наложение частот сущности которых мы видим реале они выходят в эфир но вастро астрал так вот глазу он не виден поэтому астральное тело тело эмоций желаний а ну более информационное но еще и очень энергетическая энергии в нем пока еще больше чем информации и вот тогда когда у нас в астральном теле оседает кучу всякой грязи блоков страхов комплексов и так далее и так далее пережиток неудач психических расстройств наша энергия которая идет от физики через эфир наверх туда чтобы получить информацию она застревает потому что в астрале созревают эти конгломераты и они блокируют потоки энергии человек становится может так сказать слеповатым зацикленным на своих эмоциях более приземленным более подверженным тому чтобы получать информацию откуда ну так закрыто у него видение закрыто восприятие закрыто и что делает человек бежит среду он бежит либо в астрал либо он бежит и начинает усиленно пользоваться какими-то источниками и мы всегда говорим что информационными источниками заведует кто заведует эгрегоры они и были созданы для того чтобы управлять кто-то управляет кто-то поддерживает собственно эгрегоров агрегоры совершенно разные на курсе мы разговариваем об эгрегоров более подробно сейчас если мы уйдем в эту тему то мы совсем там застрянем и не будет разговора на том о чем задумано а вот но я вам так скажу вот следующее тело у нас ментальная и это последнее тело которое является непостоянным то есть она после жизни вот эти все тела после смерти они распадаются физическое тело отмирает эфирка отмирает астрал и ментальное тело распадает через 40 дней вся инфа выгружается и она выгружается следующее тело каузально дальше у нас это каузального голубенькая будхическое и атмическое тело вот эти три тела являются постоянными телами для сознания души все все что вы нажили все ваши богатства семьи дети и так далее ничего не пойдет ничего друзья а вот все переживания все блоки весь опыт радости понимания анализ причина следственных связей и все 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 что вы из жизни вынесли выгрузится туда сожмется и уйдет и следующем воплощении придет к вам на уровне каузального тела следующего да и человек естественно память закрывается в определенный момент он будет думать почему же у меня вот так они так почему я боюсь огня почему я боюсь воды чему высоты боюсь или еще что-нибудь а просто это все то что выгрузилась и сплошь и рядом мы сталкиваемся с такими блоками которые расследуем именно через регрессию через регрессию мы смотрим и понимаем что даже даже не в этом воплощение что такое что наша психика конечно имеет защитный механизм но конечно психика ребенка это вообще очень сложный процесс ну вот но и он тоже да он приспосабливается к жизни он блокирует мы очень многого не помним из своего детства особенно каких-то знаковых таких событий для психики закрыли чтобы не было вроде как страшно блок остается и если мы его не видим это не значит что его нет он там сидит этот блок и мешает же конечно мешать жить и такой блок нужно убирать либо через регрессию либо как раз вот через работы со своим астральным телом со своим эфирным тем что поработать с астралом надо зафер дать в эфирку энергии дать запустить механизм вот этого драйва потока силы мы сейчас с вами говорим о том что мы хотим энергию нам нужна сила поэтому нам нужно максимально задействовать свое эфирное тело запустить механизмы управления этим телом для того чтобы дальше правильно получать информационные потоки так вот вернуть чуть-чуть к градам на уровне патхиального плана у нас всегда находится эгрегоры всегда это большое информационное поле это правда но информацию туда подает множественная игра им невыгодно чтобы человек взял и пошел к своему источнику напрямую и тогда же он перестанет кормить их своей энергией и вообще станет каким-нибудь неуправляемым человеком которого неизвестно чего ждать поэтому молодых ногтей нас приучают быть правильными послушными так они иначе поступать да это все программы конечно нельзя сказать что этого не должно быть социальном мире иначе наступит хаос хаос но порой вот опять же будучи мамой на троих детей развиваясь подобным образом я вот сейчас как я обращаю внимание на то как удобно воспитателям педагогам все вот этой обучающей среде делать послушных для себя биороботов они удобны в управлении они удобны они безвольны они задавлены они боятся да не приопоздал объясните я понимаю что должна быть дисциплина но всего должно быть в меру на мой взгляд всего должно быть в меру вот почему я говорю друзья педагоги но просыпайтесь но приходите на такие занятия приходите начинайте немножечко по-другому тоже работать система ведь вместе все мы можем как-то поменять эту систему на общее благо сейчас наши дети живут потом внуки правнуки мы уйдем с этого плана но ведь мы же оставим свой след мы оставим свой след и здесь потом после нас казалось бы нас не будет или мы будем в других телах но очень многое изменится и мы сейчас как раз и творцы нашей реальности и вот чтобы нам миновать вот этого эгрегриального давления наша задача выйти в атмическое пространство выйти к нашему сознание сверхсознание теперь уже не подсознание к нашему сверхсознанию выйти для того чтобы быть с ним на контакте и только с ним и там уже не информация не обо всем на свете как хроники акаша вот лично твоя только для тебя твой мир твоя душа твои увидимки и вот здесь мы уже говорим о правильных энергоинформационных процессов на сильной энергии мы поднимаемся к абсолютной информации вот наша цель и собственно цель всех кто идет по пути развития вот думаю как мне переходить и чтобы я еще могла сказать по этой теме но наверное я уже максимально максимально то что задумала я скажу еще такой момент друзья вот как раз на злобу дня вот вспомнила что хотел сказать когда спрашивала вас о том что влияет на наше самочувствие да ну на нашу энергию как там да может повлиять вот пожалуйста сегодняшнее мировосприятие информационные потоки которые буквально давят которые сносят человека с крыши нас начало коронавирус подбил а сейчас все их с подбитыми сосудами на коронавирусе пытаются осознать происходящее и не могут и ломается нервная система совершенно кроме того идут вот сейчас наблюдаю очень сложный был август очень сложным энергетическом плане был месяц августа очень сложным энергетическом плане сентябрь одна за другой магнитные бури но вы как люди продвинутые конечно понимаете да что процессы которые идут наверху повторяются и на земле и наоборот да все что внизу то и наверху и наоборот поэтому вот эти мощнейшие магнитные бури которые летят одна за другой одна другой люди не успевают от них просто отходить головные боли и депрессия стрессы до подавленность гнев и так далее и так далее так вот так вот управляя своей энергией не просто мыслью ну ничего все будет хорошо да это конечно хорошо да но уговаривать себя можно до определенного времени но и мы тоже с этим сталкивались и не раз в определенный раз можно уговаривать уговаривать себя уговаривать уговаривать а потом нервная система не выдержки все равно происходит выброс выброс происходит потому что нужно не задавливать а нужно плавно перепрограммировать программировать вот эти все процессы а чтобы их перепрограммировать все равно вот куда не деться нужна энергия и этим нужно научиться пользоваться этим нужно управлять потому что когда портится что-то да вот вот кто-то подошел и начал портить вдруг ваше имущество вы что сделаете возмутитесь вот думаю что возмутитесь а почему тогда в остальных случаях когда дело касается здоровья самочувствия настроение люди часто впадают в состояние жертв от меня обидели да мне испортили настроение мне внедрили такую мысль программу навесили меня сглазили прокляли и так далее такова психология человека он ищет все оправдания он у жертва очень много программ руководить нашим сознанием я об этом уже сказала потому что это и воспитание родительское социальное религиозное это травмы это блоки это все и когда все это суммируется получается готовая жертва с убогим сознанием жертвы а я за то чтобы перестать смотреть по сторонам в чем саду трава длиннее взять управление своей реальности в свои руки да а в реальность это не просто что мы думаем это еще то что мы чувствуем в эмоциональном плане это что мы ощущаем в физическо эфирном плане и если основываться на внешние факторы то мы вынуждены иметь то что нам предлагают а вот если мы пойдем изнутри себя мы будем изменять себя усовершенствовать себя на делать это с базы они вдруг откуда-то из 5 классов я бы будучи в первом да то это все будет последовательно это все будет делаться правильно результативно да и без ущерба законам мироздания собственному будущему и так далее потому что вот опять же работая в магии и работа с чистками я часто сталкиваюсь с людьми которые все сейчас будут перепрограммировать вот я беру вот я начинаю работать да есть сейчас свободном доступе очень много чего но нужно понимать что там тоже есть ключи ни один достойный маг не выложит в свободном доступе сами ключи там будут заговоры но чтобы это все произошло нужно открыть ритуал дальше вот как раз то что там нарисовали в интернете а потом его закрыть потому что есть определенные правила и нам тоже нужно по этим правилам жить нам тоже нужно понимать что чтобы получить информацию и знать что эта информация истинная что это тот самый ресурс который мы стремимся а не что-нибудь иное ложное из чужих соседских ценностей целей то нам нужно начинать себя а именно с трансформации энергетических процессов ну вот друзья я попрошу сейчас следующий слайд и я правда ладно перешла к тому чтобы в общем-то озвучить подробности закрытого живого курса практикума энергетическая анатомия трансформация анатомия мой блок на гипнозе трансформация потому что мы будем трансформироваться предполагается что с этого практика практику мама выйдем совершенно другими людьми и можно следующий слайд что мы будем делать для чего да это будет несколько раз повторяться будет в доступе в презентации в любом случае я сейчас озвучу мы будем развивать экстрасенсорные способности почему потому что мы будем развивать себя свою энергетику мы будем входить в тело шамана энергетически раскачанное чувствительное тело это тело шамана получить доступ безграничным энергетическим ресурсам и поверьте друзья они действительно безграничны создавать новую реальность за счет переноса намерений тонкого плана на физически потому что на основе того что мы изучим мы будем реально заниматься правильным перепрограммированием пространства и влиянием на свое пространство у нас будет очень много техник и практик у нас более 20 по моему медитаций первый поток у нас прошел весной потом был перерыв лето и сейчас вот снова возобновляем потоки кроме ежедневных медитаций там будет еще упражнения еще такие вот то что вам нужно самим делать раскачиваться но то что уже действительно проверено то что мы будем делать вместе и делиться делиться так чтобы закреплять и пожалуйста следующий слайд и сейчас о программе курса сам курс состоит из трех модулей самый важный самый базовый это первый блок первый модуль у нас посвящен работе с эфирным телом у него здесь есть пять уроков что мы делаем мы начинаем с энергетического строения человека я еще углублюсь дальше то что рассказывала сегодня тонкие тела структура сознания и мы начинаем практические работы с эфирным телом наполняем наше эфирное тело вниманием и энергией мы уже первого занятия запускаем механизм чувствования ощущения пребывания в эфирном теле на втором уроке идет работа с эфирным телом она продолжается идет активация собственного жизненного ритма это наш витальный ритм это то что не идентично у каждого это сугубо индивидуально как сетчатка глаза как отпечатка пальца индивидуальный витальный ритм у каждого человека это витальный ритм признак вашей жизнеспособности и мы его запускаем здесь же по моему на этом уроке мы учимся уже ходить в эфирном теле то есть мы реально будем в нем двигаться про к и начинаем прокачиваться через потоки космоса и земли нам нужно осознать что в космосе идут потоки бесконечные информационные из космоса а и земли бесконечная сила сила мощь земля на третьем уроке цель вообще вот этого практикума в любом случае как бы то ни было не просто раскачать эфирку а проложить дорогу к своему я есть вот к этому атмическому пространству к атману к этому безграничному индивидуальному информационному потоку то есть там у нас есть вхождение базовое для всех последующих уже практик состояние я есть все что мы будем делать дальше будем делать через я есмь и лечиться и лечить других и магичить и чакрами заниматься и со стихиями дружить мы все будем делать через я есмь потому что это уже будет не общее поле а только то придет к вам энергии информация которую нужно только для вас медитация медитация общая групповая но каждый в этой медитации подключится к своему источнику это не общее наше поле будет вот в чем разница между эгрегориальными какими подключками когда в общее поле всех заводят эти здесь общее поле держит нас просто поддержка как поддержка вот но каналы у каждого будет свой и только тот который является его на четвертом уроке у нас очень серьезная глубинная работа по внутриутробному развитию и проработки блоков внутриутробного развития если еще как-то что-то мы можем вспомнить что было у нас там три года и поэтому теперь обижаемся на весь мир то по поводу внутриутробных блоков это отдельная тема и очень многие блоки которые возникли тогда они мешают и мы прям проработаем на пятом уроке мы говорим очистки эфирного тела от блоков то есть это все наши энергопоражения мы поговорим о видах энергопоражения но не так как на гипнозе а о том как мы в автономии можем работать с этими энергопоражениями как мы можем и работать с ними убирать и предотвращать чтобы избежать не ставим на себя защиту но это то что каждый раз вы будете делать сами для себя в итоге ознакомимся со структурой сознания с значением функций всех тонких тел на практике установим связь с физическими эфирным телами активируем собственные жизненные ритмы и подключимся к своему я есть это это прямо база это цель цель всего всего того что я задумала а вот ну и проработаем блоки эфирных тел далее следующий слайд и вот дальше у нас второй модуль состоящий из двух уроков на втором модуле мы с вами будем работать сначала с аурой мы учимся видеть ауру и смотрим способы диагностики ауры это будет у нас опять уже не через гипнозы не через медитации а мы понимаем да как продиагностировать другого человека это основа биоэнергетики здесь закладывается на седьмом уроке мы погружаемся в строение чакральной структуры и изучаем техники по прокачке каждой чакры как можно чакру прокачать как можно чакру развить как можно с ней поработать как через энергетические практики так естественно и через развитие своего сознания но будем говорить что вообще для этого реально нужно сделать и у нас будет большая практика мощная долгая на активацию чакрального дыхания то есть тут мы настроим свой камертон и то что вы потом будете делать потому что нельзя когда нибудь один раз в жизни настроить эту чакральную систему больше к ней не прикасаться это это будет ваша техника которая вы будете владеть и уже настраивать свою чакральную систему и можно к следующему слайду третий модуль подразумевает у нас работу со стихиями то есть здесь мы уже получили тело шамана на первом блоке на втором его подкачали через нашу чакральную систему и у нас вступает в оборот сила стихий мы начинаем входить в состояние стихий мы становимся каждой стихий как потом это для себя используют где использовать я вам буду рассказывать но поверьте вот те восторженные восторженнейшие отзывы ребят которые входили становились землей становились огнем воздухом они настолько мощные настолько интересные они завораживающие они стимулирующие поэтому это правда очень интересное состояние и девятый урок у нас для кого-то станет завершительным для кого-то очередным а то есть это подведение итогов техники здесь мы запустим наше эталонное состояние зарекаем его это ресурсная техника а дальше матрица омоложения оздоровления программа привлечения денег финансов но у нас есть еще десятый урок для программы вип на нем мы будем говорить о техниках по оздоровлению себя и близких через чакральную систему структуру то есть то как можно лечить энергией через чакры либо через передачу энергии и в итоге на практике мы научимся входить в состояние этих стихий брать от них дополнительную энергию использовать силу стихий для проработки негативных аспектов своей жизни и активации потенциала потому что стихии это бесконечная изначальная сила если научиться этой силой пользоваться то ну вы волшебники и получим техники энергетической работы по производке различных аспектов жизни вот такая вот насыщенная программа этот практику друзья не для того чтобы прийти и послушать этот практику для реальной работы и я вас предупреждаю что будет нелегко потому что мы будем работать и работать мы будем работать на занятии у нас абсолютно на каждом занятии есть практика мы работаем здесь мы работаем закрепляем это дома есть в каких-то занятиях то что нужно закрепить дома и какое-то домашнее задание то есть там будет медитация ну именно практика которую мы не разбирали на занятии но она дополнительная ей нужно позаниматься и ее нужно будет расширить ее нужно будет обсудить а вот поэтому сразу предупреждаю не для лентяев не для лентяев энергоемко энергозатратно причем у нас на курсе гуляли такие что от перепады да от того что переполняла энергия на каком-то занятии допустим да и люди не могли уснуть это нормально до того что они в какой-то момент становились опустошенными да и даже появлялись какие-то недомогания и это тоже нормально потому что в эти моменты запускаются процессы и нет ничего такого что было бы у всех под копирку потому что мы же понимаем что мы все абсолютно разные на разных вибрациях на разной энергетике вот и поэтому но тут уже мы все будем в одной аудитории ну у каждого будет абсолютно своя жизненная история у каждого будет свое ощущение восприятие и скорость скорость с которой он будет идти то есть но здесь работа ну и перейдем к следующему слайду здесь снова описывается то что мы получим с вами на курсе и я наверное не буду подробно сейчас на этом останавливаться потому что это будет еще раз повторение всего того что я уже так эмоционально сказала да только здесь в общем то в сжатой форме в любом случае у вас такой слайд останется и вы можете почитать но перейдем лучше к следующему слайду я хочу еще успеть провести с вами практику если говорить о курсе в цифрах то это 5 недель работаем мы с вами 5 живых недель у нас с вами 10 живых занятий и у кого-то 9 у нас с вами более 20 медитаций упражнений практик и в конце вы получаете два сертификата прохождения на русском и на английском языках это круто те кто уже отучился на гипнозе наверное такие есть они знают что это такое как приятно держать это в руках ну и следующий слайд слайд теперь мы поговорим о тарифах вот то что вам сейчас наверное интереснее всего подразумевается три тарифа три по первому тарифу я буду говорить подробно расскажу про базовый тариф а дальше у следующих тарифов будет естественно база плюс какие-то бонусные привилегии и тогда я уже выделю бонусные привилегии смотрите в базовом тарифе доступ к учебной платформе составляет три месяца в отличие от следующих да потому что в профи это 6 месяцев а вот у випов это 12 месяцев дальше что у нас собственно является одинаковым для всех а это сами практики а так это секундочку так это 9 онлайн живых занятий занятия я делаю акцент на том что они живые потому что сейчас пока идут первые потоки сколько первых потоков буду вести я лично а то он все таки точно так же как на гипнозе придется передать большую часть кураторам и перевести в онлайн в онлайн в оффлайн в записи занятия в записи сейчас у нас все точно так же как происходит сейчас только мы уже реально занимаемся учимся идем по программе а значит 9 онлайн уроков у базового и у профи а вот у випов будет 10 уроков дальше у нас 20 практик 20 практик и практик как погружение да как медитации и плюс еще сами упражнения но упражнения вы уже делаете сами мы просто их разбираем это все доступно абсолютно всем учебный час будет абсолютно у всех ну а дальше у нас с вами пойдут уже отличие вот возможность про базовый тариф рассказываю возможность пересматривать онлайн уроки в записи получение выполнение домашних погружений будут чек-листы алгоритмы проведения практик будут у всех но у випов у профи сначала скажу про профи у профи кроме того будут еще аудиозаписи медитации если в базовом тарифе у нас будет запись урока то в программе вип отдельно будут выведены аудиозаписи на то чтобы когда работать было удобно самостоятельно дома может быть даже где-то как-то переписать для себя что-то вроде если кто-то захочет то эта аудиозапись будет выделена на геткурсе у каждого в личном кабинете так а вот у тарифа вип кроме этого будут еще и скрипты практик то есть все тексты медитации все тексты наших погружений будут в доступе у тарифа вип в раздатках в приложении ваших чек-листах сертификаты о прохождении на русском и английском языке получают все закрытый чат выпускников остается у всех тариф базовый работает самостоятельно и вместе с учебным чатом поддержки тариф профи у нас работает с обратной связью от кураторов обязательно на ваши вопросы индивидуально возникающие будет отвечать куратор на тарифе вип на все вопросы в нашем отдельном чате буду сопровождать вас я то есть там личное сопровождение идет на период прохождения курса вот чем эти тарифы отличаются по наполнению своему и сейчас следующий слайд почему стоит оплатить место на курсе сейчас во первых потому что он уже начинается курс стартует 11 октября веду я лично у нас три формата обучения все уроки идут онлайн запись на платформе и количество мест до друзья потому что хочется чтобы работа прошла правильно и хорошо поэтому огромное количество я не беру дабы осилить все и следующий слайд по поводу теперь самое интересное стоимости обещанного значит базовый тариф при броне в пять тысяч семьсот пятьдесят восемь и у випов это будет семьдесят девять семьсот пятьдесят восемь рублей если будет бронь если здесь есть выпускники гипноза и слиперства при бронировании до 30 сентября у вас отдельная линейка цен базовый сорок семьсот пятьдесят восемь профи пятьдесят семь семьсот пятьдесят восемь и вип семьдесят шесть семьсот пятьдесят восемь это специальная цена для учеников школы те кто уже проходил гипноз и слиперства и сейчас пожалуйста следующий слайд ну и тут ура школа особенно щедро оказалась осенью вчера были очень щедрыми и сегодня тоже и осенний ценопад на второй поток энергетической трансформации по специальной цене при 100 процентной предоплате до 30-го цены совершенно фантастические в отличие от тех которые являются базовыми поверьте тридцать семьсот пятьдесят восемь профи пятьдесят два семьсот пятьдесят восемь и вип семьсот один семьсот пятьдесят восемь разница почти в 30 тысяч рублей вот по випу сейчас смотрю да и по профи очень большая разница поэтому друзья оставляйте заявку в чат будет бронироваться все ссылки на то чтобы оставить заявку на то чтобы при желании оплатить внести предоплату и так далее и так далее все это у нас будет выложено сейчас в чате следите пожалуйста за ним и следующий пожалуйста слайд чтобы оставить заявку мы идем по ссылке в чате бесплатно оставляем заявку или оплачиваем курс все будет в чате ссылочки все я думаю там сохранятся и можно следующий слайд пожалуйста ну и ура сейчас у нас там будет практика многие наверное были вчера на занятии мы вчера делали другую практику практику энергетические перчатки энергетический шар чтобы не повторяться я сегодня задумала другую практику но она тоже касается работы со своими ощущениями она имеет как задачу протестировать свою чувствительность восприятие своего тела да так и абсолютно практическую я об этом скажу после поэтому сейчас я вам предлагаю немножко расслабиться можете не переживать я сейчас не имею возможности видеть вас поэтому но для практики вам нужно сесть вы конечно можете и лечь но если мы с вами будем работать на курсе то все практики мы будем выполнять сидя потому что то что предполагает обучение на курсе она нацелена на внутренний транс они внешне внешне ориентированы чтобы она тоже гипнозе да мы них не ходим сразу куда-нибудь хроники акаши мы должны концентрироваться на себе а когда человек отключается то есть гипнозе учили отключаться тел а тут мы будем сосредотачиваться на теле и нам важно не засыпать и не улетать куда-нибудь а постоянно быть на грани поэтому лучше не ложиться и так пока я объясняла надеюсь вы уже нашли возможность присесть опору вас есть и давайте подышим сделаем несколько глубоких вдохов и выдохов и поскольку мы уже сели мы можем разрешить себе войти в транс удобным для вас способом каждый из вас уже имел опыт расслабления и вхождения в транс потому что даже без специальных практик расслабляясь человек автоматически входит в трансовое состояние а также трансовые состояния человека происходит естественным образом каждые полтора часа и вот сейчас настроившись на то что вы сейчас уйдете от окружающей вас реальности вы можете самостоятельно управлять своим состоянием и вы можете делать это закрытыми глазами а можете и с открытыми найдя перед собой удобную точку и начав неподвижно смотреть на нее а вы можете попробовать оба способа с открытыми глазами и закрытыми и сравнить как вам будет удобно и при этом ваше дыхание ровно и спокойно и и возможно вам сейчас захочется немного откинуться на спинку стула и опустить плечи опустить плечи ваша голова также может откинуться на опору немного наклониться вниз а дыхание при этом ровно ровно спокойно и за каждым вдохом идет выдох а за выдохом снова вдох и вы как будто плавно скатываетесь на или качаетесь на волнах или находитесь в каком-то другом месте где вам приятно и спокойно и с каждым вдохом и выдохом вы становитесь на шаг ближе к своему трансу вдоху вдохи и выдох и почувствуйте сейчас как руки лежат на ваших бедрах прислушайтесь к тому как вы их ощущаете и вы можете сами решить будут ли ваши руки тяжелыми и тогда ведро начнет ощущать тяжесть руки а может быть наоборот руки станут очень легкими и даже одна из рук захочет немного приподняться над ведром очень хорошо очень и у всех у вас когда-нибудь замерзали руки и информация об этом осталась внутри вас и может быть сейчас вам будет интересно ощутить и отследить разницу температуры в ваших руках и я попрошу вас вспомнить как вы держали в руках пригоршню снега соприкасаясь с ладонью он постепенно начинал таять и струйка холодной воды текла по вашей руке а холод пропитывал ладонь и это это могут быть воспоминания из детства а может быть из недавнего прошлого совсем свежие воспоминания чувствуйте свои руки ладони как холодный воздух обжигает пальцы снаружи а внутри они продолжают быть теплыми и кровь бежит по пальцам и когда вы берете в свои ладони еще больше снега или льдину или погружаете руки в сугроб они становятся еще холоднее и этот холод начинает пронизывать ладони пальцы насквозь и вы на какие-то мгновения перестаете даете вовсе чувствовать тепло даже внутри ладони они как будто бы немеют мне не хочется чтобы вам стало больно просто ощущаете как это бывает когда руки замерзают и вы также помните что когда руки замерзают вы начинаете отогревать их потирая одну руку а другую или согреваете руки дыхание или помещаете или помещаете их под мышки вспомните и ощутите прикосновение тепла к вашим рукам еще и еще теплее еще и еще теплее и чувствуете чувствуете как кровь бежит по пальцам и руки перестает неметь посмотрите как это когда ваши руки отогреваются что вы чувствуете как меняется пространство вокруг вас за наблюдайте еще немного и сейчас вам захочется вернуться ко мне и вы глубоко вздохнете и выдохните и ваши глаза захотят открыться и вы выйдете из транса узнав о себе что-то новое друзья но когда вы придете себя мне пока я буду говорить про эту технику будет интересно ваше ощущение получилось ли у вас во-первых таким необычным способом войти в транс прислушаться к себе и получить те ощущения которые мы пытались вызвать ну а пока вы приходите и пишите мне я скажу что конечно же на занятиях мы погружаемся по другой системе у нас очень глубокое погружение вплоть до каждой клеточки и это долго но сейчас мы во-первых протестировали а насколько легко у нас получается сосредоточиться на себе без специальной долгой подготовки к этому сосредоточиться на себе на своих ощущениях вызвать в себе воспоминания и синхронизироваться с этими воспоминаниями осознать их здесь и сейчас насколько вам удалось это почувствовать потому что все это конечно в целом говорит о том как будет запущена ваша работа в дальнейшем потому что мы цель нашей дальнейшей работы конечно в других практиках в более щепетильно мы будем идти и раскачиваться на наших ощущениях и это будет наша база мы все будем пропускать через них ну а сейчас практическая сторона потому что не люблю когда вещи просто бесполезными являются данная практика вызовав себе состояние тепла либо холода может помочь вам убрать боль убрать дискомфортное состояние как правило 90% случаев боль убирает холод но есть и когда тепло помогает убрать поэтому прислушивайтесь к себе пробуйте 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 что у вас получается на боль срабатывает тепло или холод но эта практика работает безупречно я ее использую в гипнотерапии у себя даже когда просто работаю с клиентом когда есть какая-то там головная боль и мы работаем сначала так а потом уходим уже в проблемы теперь по поводу еще целесообразности проведений но опять же да вы можете охладить себя если вам слишком жарко в жаркий день и вам некуда деться и у вас нет кондиционера значит мы подобным образом вызываем у себя состояние прохлады пропускаем это состояние прохлады через свою систему восприятия и вот она ваша энергоинформационная структура все сбалансировала и вам уже комфортно то же самое касается когда нужно согреться да и впереди зима впереди промозглые осенние дни и вот так кто-то пошел с собакой а куда деваться да кто-то с детьми кто-то сам по себе а вот но мы активируем себе вот это тепло запускаем его и нам уже намного легче и нам комфортнее спасибо александра а вот я посмотрела вы умничка у вас все получилось 26 градусов и получилось ощутить холод и видите вы уже второй раз вы крутая спасибо вам что вы со мной уже второй раз так и друзья не все пишут но надеюсь ваши пальчики не очень замерзли а если вдруг замерзли то они отогрелись и все будет хорошо поэтому ну поставьте мне хотя бы плюсики если у вас это получилось и я посмотрел сколько у меня людей в работе не лентяй или вы может быть во всей практике пока я тут старалась телевизор смотрели или в телефоне сидели но пока пока ребята пишут запустите мне пожалуйста еще слайд ага следующий я напомню да что чтобы оставить заявку нужно перейти по ссылке в чате заявка оставляется бесплатно ну и соответственно ссылка на оплату курса она тоже в свободной форме и следующий слайд и напоминаю про цены чтобы просто поняли разницу и особенно вкусное предложение последнего слайда да потому что при маленькой броне сейчас 5758 рублей цены идут 43 758 60 758 79 758 а при а для участников уже школы гипноза и слитерства при 50 процентной оплате до 30 сентября у нас 40 758 для базового 57 758 для профи и 76 758 для випов и еще раз слайд пожалуйста конечно осенний листопад самый вкусный и самый выгодный вариант это при стол плацетной предоплате до 30 сентября понимаю конечно времени немного но такие условия однако они оправдывают это это решение потому что действительно вы неплохо экономите в итоге 37 758 для базового 52 758 для випа и 71 758 для вип тарифа так а я сейчас все равно бегу вот вот я вижу ваши плюсики прямо спасибо большое значит у вас получилось друзья спасибо молодцы значит вы поработали и мне приятно что вечер прошел не зря что у нас с вами получилось потратить это время а даже не потратить а посвятить его посвятить его себе действительно сделали что-то для себя что-то для себя узнали новое что-то новое запустит механизм для того чтобы это новое продолжало приходить в нашу жизнь и я вас искренне благодарю помните чем больше мы обмениваемся энергией чем больше мы отправляем любви и света благодарности окружающим нас людям нашему пространству тем краше становится мир тем чище становится энергия вокруг а ведь эту энергию мы потом потребляем поэтому мы все делаем во благо и даже наше благодарение оно в первую очередь возвращается благом нам не скупитесь я благодарю вас я желаю вам успехов я желаю вам хорошего вечера хорошего сна всего вам хорошего и надеюсь что мы с вами увидимся увидимся что что вы не вы что вы Продолжение следует...